Чтобы ребенок развивался творчески, необходимо создавать условия для раскрытия его природных способностей. Шанс увидеть многообразие мира, раскрыться дару, заложенному в ребенке, дает Центр развития творчества детей и юношества города Славянска-на-Кубани. Только один раз в году за отчетным концертом юные мастера и артисты, поэты, музыканты на большой сцене демонстрируют все, чему научились за весь учебный год. Праздником творчества, таланта и красоты насладилась и наша съемочная группа. Играть на гитаре Вот так не обойтись без чувства ритма, музыкального слуха и длинных крепких ногтей. Это не шутка. Говорят, для гитариста ногти, как смычок для скрипача. Маникюр для музыкантов – это не дань моде, а 90% вероятности достижения высокого качества звука. У всех гитаристов ногти, видите, ногти на правой руке, это очень нужно для классического гитариста, потому что так удобнее играть. Гитара – это вообще очень трудный инструмент, на нем труднее, наверное, всего научиться играть. Поэтому нужны ногти на пальцах, вообще нужно очень чувствовать гитару, это очень трудный инструмент. На днях воспитанник ЦРТ Павел Капков вернулся с победой из зонального этапа конкурса «Молодые дарования Кубани». С гитарой Паша связывает свое дальнейшее будущее, ей же посвящают большую часть свободного времени. Меня папа приучил к хорошей музыке, к рок-музыке, и поэтому я хотел играть на электрогитаре. А потом пришел, и здесь уже я услышал гитарную классику, меня втянуло именно классическая гитара. В основе успеха, в основе любого успеха – это труд, чего бы ни хотел человек, он должен иметь большое желание и трудиться, иначе успеха никакого не будет. Павел Капков вместе с другими воспитанниками ЦРТ принял участие в ежегодном творческом отчете учреждения. При входе в Дом культуры в фойе развернулась выставка работ объединений декоративно-прикладного творчества. Среди них поделка «Дарьи Третьяк». Я плела яйцо плетением ажурным, и оно мне очень понравилось, и оно очень легко плетется. Ну, я очень люблю, и мне нравится. Оно как бы успокаивает и развивает моторику руку. Воспитанники ЦРТ – постоянные участники творческих конкурсов и районных праздников. В этом году Центр получил статус экспериментальной площадки, второй модели в рамках национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». Стала доброй традицией, что в начале года мы делаем посвящение, а конец учебного года для нас особенно важно, мы подводим итоги творческого года. В целом для нас год был очень плодотворным, но ровным, скажем так. Нас стало больше в первую очередь. Мы уже не размещаемся в своих залах, поэтому с удовольствием нам предоставляет зал «Городской дом культуры». Яркий, многоголосый, подвижный, неординарный и, несомненно, талантливый – таков коллектив Центра сегодня. В яркой атмосфере праздника коллективы показали вершины музыкального, хореографического и театрального искусства. На сцене были награждены 250 воспитанников, 150 родителей и 15 педагогов. А чтобы праздник стал еще слаще, юным талантам вручили вкусные подарки. По итогам года лучшим воспитанником ЦРТ признан известный нам Павел Капков, а первыми среди творческих объединений – образцовый художественный коллектив «Мир бисера и узелков». Алена Лавринова, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова